Еще раз всем добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо тем, кто не отключается и продолжает быть с нами, несмотря на такой длинный рабочий день. И мы продолжим наш разговор о различных шоковых состояниях в кардиореанимации. С темой по смешанному шоку. Тема, которая часто встречается в кардиологических блоках интенсивной терапии, которая уделяется недостаточному вниманию по разным причинам. По причине того, что большинство из нас являются кардиологами, анестезиологи, реаниматологи. Меньше представлены в кардиологических блоках. И лечение инфекцией – это очень трудный комплексный вопрос. Поэтому мы постарались сделать краткий экскурс в это с точки зрения кардиореаниматолога. Начнем с определения то, что уже неоднократно обсуждалось в этом цикле, что шок – это жизнеогрожающая форма острой циркуляторной недостаточности, ассоциированная с дизоксией, то есть несоответственной доставке и потреблением кислорода тканями. Классические признаки шока – это полиорганная дисфункция за счет гипоперфузии. Также гипоперфузия характеризуется повышением лактата более 2 ммол на литр. И классическим признаком является гипотензия в виде среднего артериального давления менее 65 мм. Тут у нас столба, однако, как говорилось в прошлые дни, это не всегда бывает так. Но тем не менее. Поговорим о дизоксии. Вспомним уравнение расчета доставки кислорода, от чего зависит доставка, и за счет чего она может снижаться при шоке. За счет снижения сердечного выброса, за счет снижения концентрации гемоглобина и за счет снижения оксигенирующей способности легких, снижения сатурации артериальной крови и парциального напряжения кислорода. Также дизоксия может провоцироваться, усугубляться повышением потребности организма в кислороде, что возникает на фоне лихорадки, боли, дрожи, гипервентиляции. То есть всегда, когда организм избыточно расходует свою энергию. Также может быть все в порядке с доставкой и с потреблением кислорода. И критическим моментом может являться наличие митохондриальной дисфункции, которая нарушает утилизацию кислорода. То есть вроде бы кислорода и много, и вроде бы организму немного надо, но процессы могут быть нарушены на уровне дыхательного цепи митохондрий. И это как раз та проблема, которая возникает при сепсисе и некоторых других состояний. В зависимости от преимущественного локуса неприятностей в организме, шоки имеют классификацию. Могут быть проблемы преимущественно связаны с кровью и жидкостными компартментами. Такие шоки относятся к гиповимическим. Может быть связан шок преимущественно с сосудистой системой, периферическим руслом. Такие шоки называются дистрибутивными, когда происходит перераспределение жидкости на периферии. Также шоки, связанные с сердцем, называются кардиогенными. И шоки, связанные с циркуляторной системой рядом с сердцем, но не совсем к ним относящиеся, такие как притела, притампонадия, относятся к обструктивным, но нам больше нравится обструктивный считать видом кардиогенного. Поэтому вот так выглядит финальная классификация. В некардиологическом, классическом блоке интенсивной терапии септический шок занимает самое частое, самое большое место. Гиповимический кардиогенный шок примерно по 16% составляет. Обструктивный и несептический дистрибутивный встречается достаточно редко. Сепсис – это большая проблема XXI века и особенности, в том числе, связанные с пандемией COVID-19. Что касается кардиогенного шока, к которому мы привыкли, все также не так просто. Еще в 1999 году при публикации данных исследования шок было замечено, что среди всех пациентов с кардиогенным шоком 18% имеют нехарактерный гемодинамический паттерн. Обычно кардиогенный шок связан с повышением общего системного особистого сопротивления, а у практически 1,5% из всех пациентов имелась нетипичная для кардиогенного шока вазодилатация, то есть дистрибутивный компонент шока. При этом среди них у 26% пациентов этот дистрибутивный компонент не был связан с инфекцией, а у остальных, у 74%, он, соответственно, был связан с инфекцией. И далее при подробном изучении выяснилось, что кардиогенный шок представляет собой целый спектр состояний, и при этом вот такой вазодилататорный кардиогенный шок встречается очень даже нередко. Но это было в 1999 году. Что же происходит 20 лет спустя? Также смешанный шок, когда мы говорим о смешанном шоке, то чаще всего речь идет о смеси кардиогенного и дистрибутивного, если дистрибутивный, то в большинстве случаев септический, встречается также у 15-20% пациентов, и здесь представлены данные именно про кардиологические блоки интенсивной терапии. Как же выглядит типичный смешанный шок в кардиоблоке? Здесь речь на этом слайде не идет об общем патогенезе, а о таком классическом клиническом примере. Поступает пациент с инфарктом миокарда в поздние сроки без ревоскуляризации в состоянии кардиогенного шока. Кардиогенный шок характеризуется гипоперфузией спланхнической зоны, за счет чего может возникать транслокация кишечной флоры и септическое состояние, что может приводить к дистрибузации шока у данного пациента. Также может быть несептический синдром системно-воспалительной реакции. Кроме того, у пациента с кардиогенным шоком, с нарушенным всасыванием лекарственных препаратов, с нарушенной функцией печени, почек, такому пациенту также даются антиагреганты, антикоагулянты по основному состоянию, может развиться кровотечение. Их частота, например, в исследовании CalPret shock составляет также около 1,5. Оба этих дополнительных компонента гипополимические и дистрибутивные ухудшают ишемию миокарда, усугубляют корональную перфузию, таким образом замыкая порочный круг. Таким образом, рассматривая пациента с шоком в реанимации, какой бы то ни было, в общей реанимации, в кардиологической реанимации, целесообразно рассматривать шоковый континуум и рассматривать как компонент каждого из шоков, может влиять на доставку кислорода, на потребление кислорода и на экстракцию кислорода тканями. Таким образом, наша цель – определить вклад каждого компонента шокового состояния пациента и целенаправленно лечить каждый из них. Определяем у пациента детерминанты снижения доставки, сердечный выброс, транспорт газа в кровью, оксигенацию в легких, детерминанты потребления кислорода, метаболические и условно выделенные нами мышечные, такие как лихорадка, какие-то нарушения метаболизма, например, декомпенсированная гипергликемия и мышечные, такие как дрожь, гипервентиляция, реакция на боль. Поэтому очень важно все эти процессы оптимизировать. И также подозреваем у пациента инфекцию сепсис как фактор, приводящий потенциально к митохондриальной дисфункции и нарушению экстракции кислорода. С нашей точки зрения мы видим примерно такой алгоритм введения пациента шоком в кардиоблоке. Первым делом нам необходимо максимально оценить и скорректировать доставку кислорода. Мы выявляем наиболее измененный компонент доставки. И при этом руководствуясь возможностями скорости определения, например, гемоглобин может прийти не сразу, мы занимаемся вот этими двумя и так далее. И корректируем их, собственно, в порядке изменений. Наиболее измененный сниженный уровень гемоглобина, анемия, корректируем гемотрансфузии и ищем источник кровотечения. Проблемы с оксигенацией. Восстанавливаем проходимость дыхательных путей. Выбираем подходящую ступень респираторной поддержки для конкретного пациента. Ищем и корректируем причины. И также определяем и корректируем, насколько это возможно, гемодинамический профиль пациента, чтобы скорректировать все возможные детерминанты сердечного выброса. Также оцениваем вероятность нарушения экстракта кислорода. То есть ищем сепсис. Также исключаем какие-то другие возможные причины. И пытаемся влиять на потребление кислорода. Это управление температурой и дрожью. Что в контексте аппаратной целенаправленной терморегуляции мы можем осуществлять, например, у пациентов после основ кровообращения. Возможно, также пациент, который гипервентилирует и тратит на это собственную энергию, необходимо у такого пациента проводить интубации трахеи контролируемой вентиляции, чтобы снизить затраты организма на частоту дыхания 50. И также корректируем метаболизм по возможности. И мы поговорим преимущественно о вот этих двух компонентах далее в нашей лекции. Снова слайд по сердечному выбросу. Здесь мы сосредоточимся на этой части. Детерминатные сердечного выброса – это среднее артериальное давление, ЦВД, ОПСС, преднагрузка и постнагрузка. Также сердечный выброс детерминируется частотой сердечных сокращений. И практически на все эти моменты мы можем так или иначе влиять. Гемодинамические профили шоков, в принципе, имеют какие-то свои характерные особенности, отличия. Например, для гиповолимического шока характерно повышение ОПСС и снижение всех параметров, показывающих преднагрузку. В то же время пациента часто трудно отнести в отдельную коробочку с названием гиповолимический шок, кардиогенный шок, септический шок. И поэтому мы с вами говорим о септическом шоке и говорим о гемодинамических профилях кардиогенного шока. И также вот мы видим, что в разные фазы, например, септического шока будет совершенно разный гемодинамический профиль. Как же мы это можем оценить? В первую очередь мы, собственно, производим количественную оценку сердечного выброса, сердечного индекса и удального объема. Какой метод нам сподручнее, какой метод, подходящий для данного пациента, такое применяем. У нас есть в арсенале ЭХКГ и как минимум два инвазивных метода контроля гемодинамики. Далее мы оцениваем, насколько этот сердечный выброс подходит для данного пациента, какая происходит экстракция кислорода тканей. И для этого нам помогает метаболический мониторинг, о чем мы сейчас в ближайшее время поговорим. И далее мы оцениваем все детерминаты сердечного выброса. У нас есть его количественная оценка, но почему он изменен? Для этого мы оцениваем сократимость структуры сердца. Здесь эхокардиография, прикроватная, экспертная, какая есть. Тут эхокардиографии нет альтернатив. Оцениваем преднагрузку отдельно на левый и на правый отделы различными методами, какие доступны, какие возможны. Оцениваем волимический статус. Опять-таки три группы методов – статические, динамические и волимические пробы. И оцениваем постнагрузку. Можно также инвазивно и неинвазивно. Если говорить о клинических рекомендациях по диагностике шока, то здесь мы видим снова серийное измерение лактата, метаболический мониторинг, эхокардиографии и инвазивные методы с различными уровнями рекомендаций, классов, доказательств. Какое место имеет в диагностике шока метаболический мониторинг? Когда мы говорим метаболический мониторинг, в основном мы имеем в виду несколько параметров лактата, о котором мы уже много говорили, и такие параметры, как сатурация смешанной венозной крови и веноантериальная разница парциального напряжения СО2. Сатурация смешанной венозной крови – берется анализ газа в крови, либо из вены центральной, еремной или подключичной. Чем ближе кончик катетера к правому претензию, тем лучше. Либо из катетера в легочной антерии, если у пациента налажен соответствующий мониторинг. Сатурация смешанной венозной крови характеризует, насколько ткани жадно поглощают кислород, насколько они могут это делать, насколько они хотят это делать. В норме сатурация смешанной венозной крови находится в пределах 65-75%. При нарушении экстракции кислорода тканями, когда они хотели бы забрать кислород из крови, но не могут это сделать, это значение повышается более 75%. Таким образом, мы можем подозревать септический шок или септический компонент шок. Если параметр сатурации смешанной венозной крови снижается меньше 65%, значит выброса сердечного данному пациенту недостаточно. И ткани начинают забирать кислород более интенсивно из определенного объема крови. И таким образом мы можем подозревать шоки со сниженным сердечным выбросом, такие как гиповолимические и кардиогены. При смешанном шоке, когда имеется, например, компонент отсюда и отсюда, это может быть и в норме, поэтому важно рассматривать картину в комплексе и пользоваться другими методами оценки гемодинамики, такими как эхокардиография, которая является базой и доступна, неинвазивна. Однако именно для оценки гемодинамических параметров часто требуют экспертности эхокардиографиста. Также мы можем пользоваться методом ПИКО и катетером Сванганса. Как же мы выбираем между инвазивными методами? Для начала нам нужно определиться, необходим ли нам непрерывный мониторинг или достаточно серийных измерений. Если нам достаточно, то можно воспользоваться классическим катетером Сванганса. Если у пациента нет ответа на первичную терапию, мы подозреваем, что такого пациента шок имеет относительно рефрактельный или устойчивый характер, то такому пациенту нужен непрерывный мониторинг, и мы можем пользоваться либо модифицированным катетером Сванганса с возможностью постоянного мониторинга, либо ПИКО. ПИКО нам позволяет осуществлять комплексный контроль преднагрузки и более тонко мониторировать инфузионную терапию за счет такого параметра, как индекс внесосудистой воды легких и индекс глобального конечнодиастолического объема. Это часто такая потребность возникает при септическом шоке у ЛДС и синдроме капиллярной утечки на фоне различных состояний. И тогда уже возможно применение ПИКО. Также возможно, в принципе, сочетание этих методов транспульмональной термодилюции можно сочетать с одним из двух катетеров Сванганса, если у нас есть необходимость и тонкого мониторинга инфузионной терапии, и необходимость определения давлений в правых камерах сердца. Тогда можно пользоваться и другими методами одновременно тоже. Теперь поговорим о сепсисе. Самый частый компонент в смешанном шоке – это кардиогенный и септический шок. Связано это с тем, что инфекция часто является триггером острой декомпенсации сердечной недостаточности. И, кроме того, может являться осложнением. Как мы обсуждали, например, при постреанимационной болезни 65% пациентов будут иметь назокомиальную пневмонию в качестве осложнения. Также при кардиогенном шоке без остановки кровообращения этот процент достаточно велик. Сепсис с кардиореанимацией также преимущественно имеет локализацию в легких, чуть более 50% инфекционных осложнений связаны именно с этим. Далее по обыванию мочеполовой тракт, брюшная полость. И в контексте брюшной полости наиболее актуальной инфекции является набирающая сейчас популярность, если можно так выразиться, псевдомембранозный колит и колстрадиальная инфекция. Также гематогенный источник и другие варианты встречаются в совокупности реже. В кардиореанимации примерно такой профиль патогенов, примерно поровну грамм плюс и грамм минус флоры. Такое большое количество грамм плюс связано с тем, что в кардиореанимации часто бывают хирургические, а в них, соответственно, различные имплантированные устройства, а сепсис, связанный с имплантированными устройствами, он грамм положительный характер имеет. И также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в последнее время нарастает значимость грибов, микологических патогенов в генезе сепсиса, в том числе и в кардиореанимации. При этом сепсис кардиореанимации даже с коррекцией на коморбидность таких пациентов все равно характеризуется большей летальностью, чем сепсис в обычный арит. Поэтому так важно для кардиореаниматолога уметь диагностировать это состояние. А диагностика осуществляется в соответствии с критериями сепсис-3, согласно которым сепсис диагностируется по сочетанию подозреваемой или документированной инфекции с острым приростом балла по шкале SOFA на 2, а септический шок – это сочетание сепсиса, собственно, с шоком. Шкала SOFA, которая должна быть использована для всех пациентов в критическом состоянии рутинно каждый день, чтобы не пропустить сепсис, включает в себя следующие параметры, такие как оксигенирующая функция легких, индекс оксигенации, тромбоциты, печеночная функция, собственно, шок, наличие артериальной гипотензии и потребность в изопрессованной поддержке. Шкала Кома-Глазга и почечная функция по уровню креатинина. Однако у данной шкалы имеются свои недостатки, такие как то, что она не включает оценку функций ЖКТ, а, как мы помним, это очень важный орган, мишень шока любого генеза. Также интерпретация шкалы SOFA и ее связи с сепсисом затронена при исходной коморбидности и как раз-таки при смешанном шоке. Вопрос диагностики инфекции у пациентов с кардиогенным шоком очень сложный, и те наши рутинные инструменты, которые мы привыкли пользоваться, например, динамика инфекционных маркеров, оказывается, не так сильно заслуживают доверия, как мы к этому привыкли. В частности, например, прокальцитонин, уровень прокальцитонина повышается только спустя 12-24 часов от начала инфекционного процесса. При этом у пациента уже может иметься на данный момент развернутая картина септического шока. А что касается более доступного маркера цирреактивного белка, то тут динамика еще хуже, и отчетливое повышение мы можем ожидать только через сутки от начала инфекционного процесса вплоть и так далее. Поэтому рекомендации по диагностике и лечению сепсиса, Surviving Sepsis Campaign 2021 года, рекомендуют не использовать прокальцитонин, как и другие инфекционные маркеры, для принятия решения о старте антимикробной терапии. В основном тут мы возвращаемся к необходимости полагаться на клиническую картину, клиническое чутье, определяя симптомы различных инфекционных локусов. Терапия септического шока строится на трех китах. Это антимикробная терапия, стабилизация гемодинамики и коррекция полиорганной недостаточности. Антимикробная терапия – это самый главный кит, краеугольный камень. И в кардиореанимации, когда клиническая картина часто бывает смазана, важно вовремя диагностировать инфекционный процесс и сепсис и начать вовремя соответствующее лечение, потому что задержка лечения более часа при септическом шоке достоверно увеличивает летальность у таких пациентов. При этом до назначения любого антимикробного препарата должны быть взяты посевы всех доступных сред, кровь, аспират, эстрахея или мокроты, если пациент не интубирует, и моча – это минимальный набор. Должна быть назначена тени-часа антимикробная терапия, и ее назначение должно производиться в связи, в соответствии с рядом факторов. Фактор, который во многих местах бывает затруднение в его понимании, это локальный профиль патогенов. Очень важно знать, какие конкретно микробы с какой резистентностью находятся именно в вашем стационаре, в вашей реанимации, чтобы осуществлять соответствующую антимикробную поддержку. Ни одни международные клинические рекомендации не дают точных регламентов, какой препарат нужно назначать при какой инфекции. И применение рекомендаций международных, европейских, американских, для нашей страны совершенно неправомочны, поскольку у нас свой профиль патогенов. Поэтому очень важно дружить с лабораторией бактериологической и вести учет патогенов, которые у вас живут. Также, если мы знаем уже, какие бактерии живут, для того, чтобы выбрать оптимальный антибиотик, нужно понимать фармакокинетические, фармакодинамические их параметры. Например, мы лечим почечную инфекцию. Мы должны давать антибиотик, который будет хорошо проникать в почечную ткань. Также и с легкими. Также нужно понимать длительность инфузии, кратность дозировки. И поскольку такие пациенты, их невозможно свести к одному какому-то шаблону, то очень важно индивидуализированно подходить именно исходя из вот таких фармакологических особенностей каждого антимикробного препарата. Также концепция подбора антибактериальной терапии по локусу инфекции сейчас считается достаточно устаревшей, если речь не идет о фармакодинамических, фармакогенетических особенностях. Сейчас на первую роль вышли факторы риска инфекции, ассоциированные с тремя проблемными группами микроорганизмов. Полирезистентные грамминус микроорганизмы, мицерин-резистентный стафилококк и грибы. По возможности должна производиться санация очага инфекции, если речь идет о каком-то абсцессе, гангрене, диабетической стопе и так далее. И также назначенная таким образом эмпирическая антибактериальная терапия должна как можно более ранней деэскалации подвергаться по получению результатов бактериологического анализа, который мы взяли самым первым пунктом. Какие же факторы риска проблемных микроорганизмов детерминируются последними рекомендациями по лечению сепсиса? Риск полирезистентных грамминус бактерий связан с инфекцией, колонизацией такими микробами в течение предшествующего года. Также при внутрибольничном характере инфекции, но закамеральной инфекции, если мы знаем, что у нас локально, в нашем именно отделении имеется такая флора. Назначение антибиотиков широкого спектра в течение предшествующих 90 дней и проведение септивной декомпетаминации кишечника по какому-либо показанию. Наличие соответствующего риска детерминирует назначение двух эмпирических грамминус-направленных антибактериальных препаратов. Отсутствие таких факторов риска позволяет ограничиться только одним грамминус-антибактериальным препаратом. Также мы оцениваем риск метиленрезистентного стафилокока. Также оцениваем инфекцию колонизации МРСА в анамнезе. Недавнее введение внутривенных антибиотиков, кожаные инфекции и хронические раны у пациентов с атеросклерозом нижних конечностей, с хроническими венозными отеками ног. Это очень частая ситуация. Также у пациентов, которым проводится гемодиализ, как по поводу ОПП, так и по поводу хронической болезни почек, недавней госпитализации и просто тяжесть состояния пациента. То есть, скорее всего, пациент, который находится в септическом шоке, уже имеет потребность в покрытии МРСА микроорганизмов. И необходимо, соответственно, назначить прикрытие. Если этих факторов у пациента нет, то анти-МРСА препараты назначать не нужно, поскольку их назначение у пациентов без МРСА повышает летальность. То есть эти препараты, разумеется, не являются толерантными, абсолютно безвредными для организма. И оцениваем риск грибов. Здесь мы привели кандиду как самый частый. Для разных грибов разные риски. Риск кандида ассоциированной инфекции – это когда у пациента кандида высевается в нескольких локусах. Стоит заметить, что когда кандида даже в высоком титре высеивается только в одном локусе, допустим, только в моче или только в макроте, это не является показанием к назначению антимикотической терапии. Однако колонизация в низких локусах является очень подозрительной на развитие кандида ассоциированного сепсиса. Также нитропини, иммуносупрессия, тяжелая коморбидность является факторами риска. Само по себе долгое пребывание варит очень подозрительно на грибной сепсис. Внутрисосудистые девайсы, например, ЭКМО, катетер для диализа – это все факторы риска. Антибиотики широкого спектра в анамнезе. Часто кандида ассоциированный сепсис приходит вторым витком септического состояния. Когда мы пролечили у пациента относительно легкую флору, каким-то антибиотиком более-менее широкого спектра, то дальше на освободившуюся нишу может вторым витком инфекции прийти грибы. Также парантеральное питание тотальное повышает риск кандидонного сепсиса, внутривенная наркомания, острое почечное повреждение и диализ и предшествующее оперативное вмешательство. Если у пациента есть эти факторы, то пациенту показано назначение эмпирического антимикотика. В зависимости от тяжести состояния пациента, если он очевидно нестабильный и сепсис у него неконтролируемый, то это препараты группы эхинокандинов. Если это пациент в действительно стабильном состоянии, то достаточно и флоконозола, вариконозола. К сожалению или к счастью, ни в одних клинических рекомендациях нет такого, сколько должно быть факторов риска у пациентов, чтобы назначить тот или иной препарат. И это определяется индивидуально лечащим врачом по наличию какого-то опыта, комплексной оценки пациента. И поэтому антибактериальная терапия в реанимации во многом является искусством. Стабилизация гемодинамики при септическом шоке. Когда мы обсуждали с вами постреанимационную болезнь, то мы неоднократно говорили, что постреанимационный шок во многом похож на септический, поэтому здесь мы будем частично повторяться. Септический шок, соответственно, характеризуется вазодилатацией, дистрибутивным компонентом, часто с синдромом капиллярного лика и гиповолимической гипергидратацией. Наша цель – это оптимизировать волимический статус, сосудистый тонус и обеспечить нормальную сократимость миокарда. Поскольку мы тут о смешанном шоке говорим, то это очень важно. И после того, как мы всего этого добьемся, мы смотрим результат нашего лечения по клиренсу лактата. И, как ни странно, такой простой клинический параметр, как время капиллярного наполнения, просто оцениваемый, входит в рекомендации по лечению септица. Тоже нормализация времени капиллярного наполнения менее двух секунд – это один из таких простых маркеров. И методы у нас для этого, собственно, классические. Инфузионная терапия – диуретики, ультрафильтрации, визопрессоры и натропы. Инфузионная терапия при асептическом шоке, если мы говорим о применяемых растворах, то это преимущественно кристаллоиды. При этом сбалансированные кристаллоиды лучше, чем физиологический раствор. У этого есть много причин, об этом во многом будет сказано на лекции по инфузионной терапии, которая будет в пятницу. Одна из этих причин – то, что pH физиологического раствора 5,5, на самом деле он гиперосмолярный, также способствует повышению риска гиперхлорамического ацидоза, поэтому у таких пациентов, которые требуют очень объемной инфузии часто, лучше используют сбалансированные растворы. Первоначальный объем инфузии, который написан в рекомендациях, это 30 мм на килограмм. Однако в прошлом году, в 2021, сила этой рекомендации снизилась, поскольку как раз-таки вот такой продуманный подход к инфузионной терапии, когда мы индивидуально оцениваем волимический статус, взвешиваем пользу риск, вместо того, чтобы заливать пациента шаблонное количество жидкости. Продуманный подход становится более актуальным, поэтому сила этой рекомендации упала. Она нужна только для прикидки, и для пациентов со смешанным шоком она вообще вызывает очень сильные вопросы, и, естественно, инфузионная терапия требует мониторинга. Бикарбонат. В рутинном назначении он не показан. Единственное показание для инфузии бикарбоната – это pH меньше или равное 7,2 в сочетании с острым почечным повреждением. В остальном бикарбонат скорее вреден таким пациентам, чем полезен. Альбомин. Да, при большом объеме кристаллоидов, если пациенту проводилась массивная инфузионная терапия, хотя бы 2 литра, то сопутствующее назначение альбумина для коррекции онкотического равновесия, чтобы у пациента гипоонкотический компонент не уводил дальше жидкость в ткани, и так при наличии синдрома капиллярного лейка, поэтому альбумин показан. Декстраны, желатины по-прежнему не показаны. Что же касается объема времени инфузионной терапии, то при лечении сепсиса используется подход РОУС. Первый этап – это РЕСКЮ, спасение. И для пациентов с сепсисом рекомендовано быстрое введение 1-2 литров кристаллоидов для того, чтобы оптимизировать волемию, наполнение сосудов и разрешить гипоперфузию. Однако у пациентов с кальдиогенным шоком сопутствующим быстрое введение – это, конечно, сильно сказано. Такие пациенты должны быть обязательно мониторированы инвазивно. Хорошо тут оптимальной службы может сослужить катетер ПИКа, позволяющий проводить транспульмональной термодилюции. Возможно проведение инфузионной терапии в различном режиме. Например, более медленная инфузионная терапия или инфузионная терапия микроболюсами. Например, по 200-300 мл сбалансированного кристаллоида под контролем, после каждого из болюсов, под контролем инвазивной гемодинамики. Второй этап – оптимизация, когда дополнительное введение жидкости происходит под контролем волимического статуса при оценке отношения пользы и риска. В общем-то, у пациентов со смешанным шоком можно сказать, что грань между этими стадиями размывается. Но если у пациента доминирует в клинической картине септический шок, то это обычно так – быстрое восполнение, а затем мы уже начинаем думать, сколько мы вводим и насколько это принесет пользу пациенту. Далее через 24-48 часов наступает фаза стабилизации и начальные попытки перехода к нулевому кумулятивному гидробалансу либо хотя бы отрицательному суточному гидробалансу. Мы начинаем потихоньку забирать у пациента жидкость, но это только, разумеется, при стабилизации или относительной стабилизации гемодинамики. И последний этап – деэскалейшн, эскейп, снижение инфузионной нагрузки – это уже после разрешения у пациента явлений шока полного и тенденции к разрешению полиорганной недостаточности идет стратегия агрессивного убирания жидкости. Если функция почек позволяет, то это производится с помощью диуретиков. Если функция почек нарушена, то применяется ультрафильтрация. Стоит помнить то, что кумулятивный гидробаланс за госпитализацию положительный достоверно приводит к увеличению летальности, и чем дольше пациент будет в критически превышенном кумулятивном гидробалансе, тем больше риск неблагоприятного исхода. Поэтому важно стараться рано начинать убирать жидкость из пациента, а затем, когда пациент уже достаточно стабильный, очень агрессивно и быстро ее забирать. Что касается вазопрессоров и инотропов при стептическом шоке, то по вазопрессорам препарат номер один – это норадреналин, строго за. И далее в порядке убывания важности идет вазопрессин, как ни странно, он выше, чем адреналин. И в рекомендациях декларировано, чем проводить запредельные дозы норадреналина, лучше проводить двухкомпонентную вазопрессорную поддержку – норадреналин плюс вазопрессин. В гайдах указана цифра – более 0,1 мкг на кг в минуту норадреналина, после которой уже рекомендуется добавление вазопрессина. Однако этот препарат не у всех есть наличие, например, у нас его тоже нет, поэтому препарат третьей линии. В рекомендациях он детерминирован в добавлении к первым двум, если они неэффективны, то адреналин. В нашей российской практике часто после норадреналина идет адреналин. Нет вазопрессина, может быть, есть стерлепрессин, но нет, это, к сожалению, ни одно и то же и рекомендации против этого препарата. Инотропная поддержка, добутамин. Да, левосиминдан скорее нет, но это рекомендации, касаемые сепсиса, преимущественно, и септического шока. И левосиминдан у таких пациентов не рекомендован в связи со своим выраженным инодиляторным эффектом. Что касается смешанного шока, когда у пациента большой вклад вносит миокардиальная дисфункция, то здесь левосиминдан под пристальным контролем инвазивной гемодинамики может быть использован в том числе как мост к стабилизации пациента. Поэтому, что касается нашего кардиологического блока интенсивной терапии, это вполне себе возможный вариант. Также дополнительные рекомендации – это при продолжающейся потребности в изопрессорах. Показано глюкокортикостероиды. Лучше всего глюкокортикостероиды с наиболее выраженными минералокортикоидной активностью. То есть это гидрокальцизон, если его нет, то преднизолон. Поскольку связана эта рекомендация с тем, что при сепсисе и любом рефрактельном шоке часто у пациентов имеет место в патогенезе совокупной гормональной стрессы относительно надпочечниковой недостаточной. Поэтому у ряда пациентов эти препараты могут иметь положительный эффект. Также, как и при любом критическом состоянии, показана профилактика стресс-язжи КТ и тромбоза глубоких вен. Причем низкомолекулярные гепарины для профилактики лучше, чем нефракционированные. Однако, учитывая наличие у таких пациентов часто сопутствующей почечной дисфункции и почечного повреждения, иногда от нефракционированного гепарина не уйти. Но если почечная функция позволяет, то лучше применять низкомолекулярные гепарины. И важно не забывать про питание. В течение 72 часов у пациентов, которые могут переносить питание, у которых нет гастропореза, обдоминального компактного синдрома и прочих проблем, показано начало энтерального питания. Сначала в трофическом режиме, а затем по мере стабилизации уже и полукалорийное питание. Подведем итоги. Кардиогенный шок – это спектр состояний, и дистрибутивные гиповолимические компоненты частой гости в кардиологическом рид необходимо прицельно исследовать отдельно все компоненты дизоксии, целенаправленно лечить каждый из них. Инфекция – частый спутник кардиологической реанимации как триггер и как осложнение острой сердечной недостаточности. И своевременное распознавание, адекватная терапия сепсиса, также важно под тщательным контролем гемодинамики, если речь о смешанном шоке, важны в кардиореанимации. Спасибо за внимание. Вопросов в чате нет. Но сегодня наш длинный день закончен. Ждем вас завтра и далее в течение нашего цикла. Спасибо. Продолжение следует...